Добрый день, портал Инсургент, с нами Владислав Балашов и группа Тератоморт. Как вам выставка? Выставка отлично, очень много в этом году мероприятий, правда экспонатов, к сожалению, мало, но именно самих стендов гораздо меньше, но по событиям очень насыщенно получилось. В предыдущие годы были на выставке? Конечно, даже когда она еще проходила в экспоцентре, помню, уже лет пять назад. Ну и, собственно, музыки Москвы здесь тоже неоднократно бывало. Расскажите о своих творческих планах на ближайшее время. Мы у вас группы только что выпустили полуформатный альбом буквально на этой неделе, в четверг. Дальше планируем, у нас 14 октября будет сольник вместе с Мавриным, вернее, разогрев с ним. Его, кстати, тоже можно в группу увидеть здесь на выставке. Потом у нас будет 21 октября концерт в Питере. И будет пока не подтверждено, но эксклюзивно, можно сказать, 2 декабря клуб Моно Клаб. У нас будет сольник концерт, именно как презентация уже большая. Презентация нового альбома. Как альбом называется? Альбом называется «Творец желания». Можете найти как в ВКонтакте уже есть, так и на Яндекс.Музыке. То есть практически везде есть. Планируются ли съемки клипов? Клип уже снялся, находится сейчас в постпродакшене, уже монтируется. Поэтому тоже скоро можете увидеть, думаю, неделю так. На какую песню? Также на заглавную «Творец желаний». Какие музыкальные коллективы повлияли на ваше творчество? Очень много, на разные. Начиная от «Ти Пёпла», «Вайт Снэйка», заканчивая более тяжелыми. «Флэймс», «Авэнш Сэн Уфо». Это очень-очень разнообразные коллективы. Когда вы поняли, что вы хотите стать музыкантом? Это было уже лет 13 назад. С тех пор, как я увидел гитару, начал о ней подклываться. Потом подумал, а почему бы не собрать там группу в дальнейшем? Начались писаться какие-то песни, Соответственно, надо было как-то выкладывать, как-то их донести до публики. А как вы собрали свой коллектив? Ну, мой коллектив уже прекратился в существовании, уже как года 4. Но именно в команду «Тертоморов» я попал по объявлению, пришел на прослушивание. Уже мы существуем 4 года. 3,5 года я пришел на прослушивание. В общем, всем понравилось, так осталось. Какой был совет вы дали молодым коллективам, которые решают заниматься творчеством? Никогда не бросать эти дела. Самое главное – это самоотдача, искать своего слушателя, ну и, конечно, работать и искать пути именно донести свое творчество публику. Как много часов в день вы посвящаете музыке? Можно сказать, большую часть времени. То, чем по часам не скажу, потому что в течение дня какие-то. То есть у меня там могу с утра наложить пару постов, посмотреть какие-то аранжировки, там вечером репетиции может быть на 4 или больше часов. Поэтому сложно так именно выделить, сколько в день. Есть ли какие-то стрессовые ситуации? Как вы с ними справляетесь? Ну, стараюсь как бы себя успокоить и потихоньку, может, как-то даже особо не реагировать на эти ситуации. Спасибо большое за интервью, удачи вам!